Продолжение следует... 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 Проведенные недавно в США исследования показали, что из 757 пациентов с онкогематологическими заболеваниями 67% госпитализированы по поводу COVID-19. 25% из них были помещены в отделение интенсивной терапии, 18% потребовалась искусственная вентиляция легких, а 19% умерли в течение 30 дней после постановки диагноза. Оказалось, что частота тяжелой формы COVID-19 была самой высокой среди пациентов с хроническим лимфолейкозом и самой низкой среди пациентов с лимфомой Ходжкиной. Уровень смертности при инфицировании SARS-CoV-2 у пациентов с онкогематологическими заболеваниями увеличивался по разным данным до 10-15%. Однако к настоящему времени данных об особенностях функциональной организации иммунной системы онкогематологических больных на фоне коронавирусной инфекции практически отсутствует. В связи с этим целью проведенного исследования являлось определение некоторых параметров иммунного статуса в крови больных различными лимфомами на фоне COVID-19. В исследования были включены 12 пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. Первую группу составили 7 пациентов с нехожкинскими лимфомами, вторую группу 5 пациентов с лимфомой Ходжкина. Все пациенты имели в анамнезе подтвержденный методом ПЦР COVID-19 положительный статус. Заболевание характеризовалось различной степенью тяжести. Всем пациентам проведено от 4 до 6 циклов химиотерапии. В качестве контроля выступали 7 доноров, сопоставимых по возрасту, не имеющих в анамнезе лимфопролиферативных заболеваний и других хронических заболеваний, а также отрицательные значения COVID-19 теста. В качестве материала использовалось ковитрия ДТА крови для проточной цитометрии, а также была получена сыворотка крови для осуществления мультиплексного анализа. Фенотипирование клеток осуществляли на проточной цитометре ФАКСКАНТА-2 после их обработки, представленной панелью антитела. Аналитические процедуры осуществляли в соответствии с указаниями фирмы-производителя наборов и анализировали процентное содержание представленных популяций клеток. Мультиплексный анализ сыворотки крови осуществляли с использованием набора BioPlex Pro Human Inflammation 37 Plex BioRat с определением концентрации представленных молекул согласно инструкции фирмы-производителя. Регистрацию и анализ данных проводили на приборе BioPlex 200. На данном слайде представлены результаты определения параметров клеточного мультета у пациента БЭС с лимфомой Ходжкина с отражением особенностей гейтирования, соответствующих популяций иммунокомпетентных клеток. На данном слайде аналогичны результаты определения у пациента Б с лимфомой Ходжкина и выделением соответствующих популяций иммунокомпетентных клеток. В результате проведенного исследования получено, что особенностью показателей клеточного унитета при различных Б-клеточных лимфомах на фоне COVID-19 является лимфопедия, наиболее выраженная при лимфоме Ходжкина. Количество лимфоцитов было ниже значения соответствующего показателя у больных с лимфомой на 34%. На этом фоне отмечается разноправленный характер изменения моноцитов, увеличение по сравнению с контролем в случае больных с лимфомой и снижение этого показателя у пациентов с лимфомой Ходжкина, количество моноцитов которых было на 56% ниже по сравнению с лимфомой Ходжкина. Кроме того, при обоих формах лимфом отмечено увеличение количества гранулоцитов, содержание которых при лимфоме Ходжкина превышало на 30% значение неходжкинских лимфом. Отмечается тенденция к увеличению по сравнению с контролем содержания в крови как общих CD3, так и CD4, CD8 Т-лимфоцитов, причем количество CD4 Т-лимфоцитов при лимфоме Ходжкина было больше на 19% по сравнению с значением с неходжкинскими лимфомами. Выявлено увеличение содержания клеток памяти, количество которых, как правило, было выше в крови пациентов с лимфомой Ходжкина на 22% и 36%, соответственно, для CD4 и CD8 эффектных клеток памяти. На фоне отмеченных изменений наблюдается снижение по сравнению с контролем наивных CD4 лимфоцитов, количество которых при лимфоме Ходжкина было на 43% выше значений у пациентов с неходжкинскими лимфомами. У пациентов с лимфомой Ходжкина отмечается тенденция к увеличению содержания CD8 наивных лимфоцитов по сравнению с контролем, а их количество оказалось выше на 62% по сравнению со значением с лимфомами. Вне зависимости от онкогематологического заболевания выявлено резкое снижение количества болимфоцитов, что наиболее вероятно связано с применением в терапии пациентов обоих групп анти-CD20 антител. Но содержание CD19 лимфоцитов у больных с лимфомой Ходжкина оказалось выше на 467% со значениями в случае с неходжкинскими лимфомами. Отмечено увеличение по сравнению с контролем количества НКТ, НК, двойных негативных и двойных позитивных лимфоцитов, содержание которых при лимфоме Ходжкина по сравнению с уровнем больных с неходжкинскими лимфомами было различное. Соответственно, меньше на 28,47% в случае НК и двойных негативных лимфоцитов и выше на 77% и 467% в случае НКТ и двойных позитивных лимфоцитов. Определение концентрации ряда цитокиновых параметров при лимфомах на фоне COVID-19 позволило выявить, что концентрация Април была выше контрольных значений при обоих вариантах онкогематологических заболеваний. Но в группе больных с лимфомой Ходжкина оказалось ниже на 32% по сравнению с уровнем значения у неходжкинских лимфом. На этом фоне содержание БАВ и хитиназа-3 подобного белка было выше в случае с неходжкинскими лимфомами и ниже при лимфомах Ходжкина нормальных значений. При этом концентрация данных молекул оказалась ниже при лимфомах Ходжкина значений у пациентов с неходжкинскими лимфомами на 63% и 53% соответственно. Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне перенесенной коронавирусной инфекции и после проведения курсов химиотерапии содержание различных интерферонов имеет несколько различную направленность изменений. Так, если концентрация интерферона Альфа-2 и интерферона Лямбда-2 не отличалась от контроля и не изменялась в зависимости от типа лимфом, то содержание интерферона Альфа-2 и интерферона Альфа-1 превышало контрольные значения в обоих группах, но у пациентов с лимфомами интерферон Альфа-2 оказался ниже на 29,33% значений у пациентов с неходжкинскими лимфомами. Концентрация пентероксина в случае с лимфомой Ходжкина оказалась выше на 123% по сравнению с неходжкинскими лимфомами, превышая значение контроля. Концентрация интерферон Альфа-2,8,10,11 оказалась выше контрольных значений при обоих вариантах лимфом, причем их содержание в сыворотке крови пациентов с лимфомой Ходжкина превышало значение в случае с неходжкинскими лимфомами, соответственно, 38,182,26 и 47%. На этом фоне выявлен разнонаправленный характер изменения концентрации в сыворотке крови матриксных металлопротеиназ. Если содержание ММП-1 не изменялось, то в случае с ММП-2 отмечается тенденция к увеличению при неходжкинских лимфомах и снижение этого показателя при лимфоме Ходжкина. В последнем случае этот показатель оказался ниже на 63% значений в группе с неходжкинскими лимфомами. На этом фоне концентрация ММП-3 увеличивается при обоих формах лимфом и оказывается выше на 57% у больных с лимфомой Ходжкина по сравнению с неходжкинскими лимфомами. Таким образом, проведенные исследования обнаружены на несколько вариантов изменения определяемых показателей, часть из которых снижались, другие увеличивались, а для некоторых показателей оказался разнонаправленный характер изменения. Но были и показатели, для которых изменения в данном исследовании выявить не удалось. Выявлены определенные особенности в параметрах клеточной вимунилтеты и концентрации ряда цитокинов при исследованных вариантах онкогематологических заболеваний с определенной степенью вероятности может указывать на особенности течения заболевания в условиях COVID-19 и проведения химиотерапии. Полученные данные требуют, несомненно, проведения дополнительных исследований и могут быть использованы для оценки состояния пациентов. А также, по нашему мнению, ряд из полученных данных может быть использован для прогноза эффективности проводимой терапии. В завершении доклада хотелось бы поблагодарить коллектив, который принял участие в исследовании. Спасибо за внимание. Продолжение следует...